Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Дарья Митина, и сегодня в Париже у меня очень интересный собеседник. Это Эмрик Монвиль, директор издательства «Дельга» и довольно известный французский философ, писатель, политолог, социолог и человек, благодаря которому мы узнаем все новости французской политики, прежде всего левой политики, новости французской философии, политической социологии и вообще очень интересный человек. Мы сегодня собрались с Эмриком поговорить о французском движении «Желтых жилетов». Эта тема достаточно новая для российского зрителя. Я думаю, что Эмрик может развеять многие мифы, опрокинуть многие клише, которые существуют сегодня в отношении французского социального движения и рассказать многие эксклюзивные подробности, которые вы нигде не прочитаете и нигде не узнаете. Эмрик Монвиль – мой французский собеседник и добрый, я надеюсь, друг. Много лет французское правительство проводило и проводит неолиберальную политику. Как ты думаешь, Эмрик, почему именно сейчас зародилось и окрепло движение «Желтых жилетов»? Есть много причин, но это большой экономический кризис и тоже развал промышленного сектора. И вы должны знать, что есть рабочие, служащие, которые живут очень далеко от центров. Для них бензин, машина необходима. Это вопрос жизни или смерти. И это было начало этого кризиса, но, конечно, это бесправедливости в этой стране. И ты можешь видеть, что наверху, на вершине, было давно, уже давно было череда левых или правых, псевдо левых и правых в нашей стране. А Макрон, президент Макрон, был псевдо левый, и он сказал, я буду делать правую программу, потому что нет разницы между правых и левых, это конец. Но в начале он молодой, люди думают, а да, да, левая и правая, нет разницы. В конце концов, на конце у тебя, против тебя вся Франция. И он создал новую партию, чтобы делать эту политику. А большой проблем, это что это очень новые молодые люди, некомпетентные люди. Они говорят, например, был депутат, который сказал, а я не могу идти сегодня к парламенту, потому что у меня урок тенниса, ты видишь. И, например, в дебатах с желтыми жилетами по телевидению, был депутат, она даже не знала, сколько стоит минимальная зарплата в месяце. Дебат был, сколько жить, как живут люди. И вот это контекст, это почему это событие случилось сегодня, в том периоде. Как на твой взгляд, каково это движение по социальному составу? Кто эти люди, какие партии они поддерживают, из каких социальных слоев они происходят? То есть вот такой социальный портрет движения, сделай, пожалуйста. По сути, я бы сказал, что это не блок, потому что это не формальный блок, это большинство, это большинство французских. Например, в 2005 году был референдум о европейской конституции, и все эти люди, это было большинство, за нет. Они говорили нет европейской конституции, а парламент голосовал против народа. Они украли их победу. И эти люди, это большинство, в них есть левые, есть правые, но они против этой глобализации, они против Макрона, потому что Макрон это глобализация. И проблема эта, что когда есть референдум, или когда ты на улице, они не вместе, но они не могут работать вместе. Но вы должны, русские должны знать, что эти люди против Европейского союза, то есть против империализма, потому что мы все знаем, что есть окружение, вы знаете, что есть окружение России, и что многие люди страдают в Донбассе. Макрон был министром правительства, которое поддержало хунту в Киеве, поддержало Аль-Носра в Сирии. И эти люди, это блок, это большинство, это французский народ, это независимый народ. Они хотят войну с Россией, независимы от России, независимы от США, но они хотят войны с Россией. Но Европейский союз, это очень опасно. И я думаю, как все русские патриоты и товарищи патриоты, им надо информировать о желтых жилетах, потому что для меня это очень важно. И даже за мир. К сожалению, российское телевидение принципиально хочет представить ситуацию таким образом, что движение желтых жилетов это чисто столичное, парижское движение, в общем-то, людей, которым нечем заняться. Это такие столичные бездельники. И нам показывают исключительно парижские события, не показывая события на территории остальной Франции. Как, на твой взгляд, в каких городах, в каких французских провинциях движение наиболее сильное? Это правда, что это важно в Париже, потому что есть все места власти. Но демонстрации там очень важнее. Но это правда, что это национальные движения. И это Европейский союз хочет ослабить Францию и предпочитать регион против одного региона. Но французские не видят это безравенство. Потому что в французской революции мы всегда говорили, сказали, единая неделя моя республика. Это очень важно. Но есть, как ты говорила, как ты сказала, огромные движения в Бордоу, в Тулузе. Вчера была в Бордоу почти как в Париже. Но все полиции были в Париже, потому что это очень опасно. Но это стратегически, потому что в Париже надо блокировать площади, потому что это недалеко от власти. А в провинции это блокировать перекрестки, нефтоочистительные заводы, например. Все важно, я думаю. И это существует везде. В России не могут понять, каково организационное ядро движения, кто им управляет. Поэтому нашей пропаганде очень легко вбивать в людские головы много глупостей. Что это про американское движение, что оно напрямую финансируется Соединенными Штатами, что это некое подобие украинского Майдана, а это совершенно уничтожительный эпитет для россиян современных и так далее. Это все от недопонимания. Мы не очень понимаем, кем управляется это движение, как оно было организовано, есть ли какое-то организационное ядро, кто его лидеры. И вообще, как это все устроено, как на твой взгляд? Да, это правда, что вначале это было очень спонтанно. Спонтанно. Ты видела в Париже, мы видели разные группы, везде, без организаций. Вчера было объединение этих групп, они из координации, начинает координация. Но это правда, что профсоюзы, надо видеть отсутствие профсоюзов. Даже в начале самый красный профсоюз во Франции, ВКТ, Всеобщая конфедерация труда, видела даже враждебно это движение. Но есть... Но сейчас они участвуют. Да, они участвуют сейчас, это очень хорошо, потому что есть боевые элементы, это ВКТ, и у них очень твердая традиция забастовок. И эта традиция, если работают вместе с этой традицией оккупации площади, но это базовое ВКТ, к сожалению, потому что нам не удалось спасти лидера. Но будет в прошлом году, в следующем году, будет съезд ВКТ. Поговорили о профсоюзах, теперь поговорим о партиях. Как ведущие французские партии относятся к этому движению? Поддерживают или наоборот? Им это движение неприятно? Может быть, есть какая-то поддержка официальная или неофициальная? Вот как ты смотришь на это? Есть оппозиционные партии, древние партии почти исчезли, как социалисты, например, потому что Макрон с этой политикой создал эту ситуацию. Но большие оппозиционные партии, есть национальные объединения, бывший национальный фронт, но они были всегда чучело социал-демократов, потому что это крайне правые. И для того, чтобы фашизм во Франции это был всегда продукт из-за рубежа, ты будешь всегда видеть во Франции большинство против них. Они никогда не будут во власти, и они знают. И мы видели Марин Ле Пен в дебатах против Макрон, потому что были только две персонажи на втором турнире. И она даже не работала о темах, она была некомпетентна. И это тупик, это фашистский тупик. Но есть другая оппозиционная партия, это непокоримая Франция, непокоримая Франция, это бывший левый фронт. Это Меленшон, но Меленшон колебается, потому что есть две половины, две части в этой партии. Есть, я бы сказал, мелкобуржуазная половина, которая за Европейский союз, и другая часть, которые в них есть рабочие, служащие, это серьезные, и они страдают от Европейского союза. И сознательные, активисты, как мы, они за, они, лозунг это, это Макрона в отставку, но тоже четыре выхода. Выход из Евро, выход из Европейского союза, выход из НАТО, это важно для русских, и выход из этого строя, этого капиталистического строя. Надо быть сознательным. Для меня, по-моему, рабочий класс и его союзники должны задать тон. Мы уже наблюдаем девятый акт французских протестов. Девять недель уже идет вот этот самый протестный процесс. Как, на твой взгляд, есть ли какая-то обратная связь между протестующими и правительством? Проводятся ли какие-то переговоры? Сформированы ли какие-то переговорные группы? Есть ли какая-то вообще коммуникация между властью и протестующими? Да, они хотели организовать дебаты, но представитель правительства даже сказал, что реформы все такие будут продолжать. Но это презрение, потому что... И они поручили дебаты женщине, у которой зарплата будет 14-15 тысяч евро на месяц. Это стыдно. И она будет лицо к лицам с желтыми жилетами, которые не могут кормить детей. И даже есть желтые жилеты, которые не должны покупать блюда для собак на конце месяца для детей. Это ужас. И ты видишь этот контекст, и они будут говорить с этой книгиней. Это стыд. И это их... Как они беседуют с народом. То, что ты говоришь, это очень важно, прежде всего, для русской аудитории. Потому что существует заблуждение, что Франция это такая тотально благополучная страна, где у всех все хорошо, где все хорошо едят, где все получают огромные зарплаты. И все это, конечно, не совсем близко к истине, потому что Франция точно такое же сегрегированное общество, как, в общем-то, общество российское. Здесь, в общем-то, мы похожи. Вот. И давай поговорим о реакции правительства на вот эти самые требования. Реакция может быть очень жесткая, как мы уже видели в предыдущие этапы. Она может быть мягче, допустим, как вчера это было. Вот. Как ты оцениваешь, сколько людей подвергаются судебным преследованиям, сколько арестованных, оштрафованных, может быть, есть уволенные с работы? К сожалению, уже 11 мертвых есть, 2000 ранее них, но люди, которые потеряли руку, глаз, это очень твердо. и может сказать, что теперь в тюрьме около 200 людей. Мы видели, что, например, был этот боксер, может, вы видели Кристоф Детенжи. Кристоф Детенжи, да. Он был человек, он столкнулся с батальоном жандармов, голыми кулаками. Да, вы видели видео, когда он идет, они пятятся от него. И он чемпион Франции, номер один во Франции, я уже пошла. И у жандармов были шельм, шиит, все. И МВД, министр внутренних дел, сказал, это была трусливая акция. Ну, мы все где трусливые, и где мужественные. И так, ты знаешь, есть начальник депутатов власти, скажет, проблема во Франции это, что мы были слишком умны. Весь народ видит, где дураки, где умные люди. И что ему сейчас угрожает? Он на свободе или задержан? Он задержан. Это не, процесс будет в феврале. И он задержан. И он отец семьи. Он может получить уголовное наказание или административный штраф? Какие тут вилки, возможности в законодательстве? Они хотят для него протест и тюрьму. Ну вообще это большой скандал, потому что это популярная личность, это не просто какой-то рядовой человек, который ты не знаешь. Это давление. Это может быть новая волна протестов и поддержку кандидатной человеку. Я думаю, что это. Надо просвести его. Конечно. Ага. И какой твой прогноз на дальнейшее развитие событий? Ты думаешь, что движение будет затухать или наоборот разгораться? И что может быть на выходе как результат? Какие результаты? чего они могут добиться вот с таким уровнем организации, мобилизации и так далее? Да, это правда, что это очень сильно. И есть поддержка населения народа между 60-70 и 80 процентов народа за желтые жилеты. И думаю, что цель будет уход Макрона. Почему нет изгнания в США? Потому что вы знаете, что он молодой лидер. Знаешь, что это молодой лидер? Это организация в США. Уход ты имеешь в виду досрочный или просто за него не проголосуют на следующих выборах, которые будут через два года? Да, но выборы были об Европейской Союзе и желтые жильники у них нет доверия к парламенту, потому что у него нет власти. Это комиссия, которая все делает. Но это не так важно, эти выборы. Но что важно, это уход Макрона и этот процесс, революциональный процесс. Я бы сказал, четыре выхода. И на обломках самого власти напишут наши имена. К сожалению, российская пропаганда запускает в общество много мифов про французское протестное движение. Это легко объяснить, потому что наши правительства социально близкие. у них одноклассовая природа. И поэтому эти пропагандистские усилия российской власти легко объяснимы. Но мы знаем, что и ваше правительство тоже без дела не сидит. Как на твой взгляд, какие пропагандистские усилия предпринимает французская власть для дискредитации движения, чтобы скомпрометировать его лидеров, участников и так далее? Они всегда говорят о насилии этих событий, но это как говорил немецкий антифашист и поэт Бертон Брехт. Мы всегда говорим о насилии реки, но мы никогда говорим о насилии берегов. И они даже говорят здесь, что это из-за России. Потому что Россия всегда виновата. Это как в прошлом. И есть русские шпионы везде. Они видят... Даже на РТ я... Каждая неделя у меня способность... Я говорю по-английски и они очень профессиональные, но власть, французская власть говорит, что это фейк news, есть борьба. Потому что это всегда из-за России. Это этот миф, это наш миф во Франции. Совершенно смешно. Поэтому спасибо говорить со мной. мифы, говорят о насилии, очень важно подчеркнуть, что среди этих 11 погибших нет ни одного жандарма, насколько я понимаю. Это все протестующие, поэтому этот миф легко опровергается. Большое спасибо тебе за разговор, за эту беседу. Это было очень важно пообщаться с тобой, потому что очень много всякого недопонимания различного в российском обществе. Картина совершенно перевернутая, и для того, чтобы эти стереотипы, мифы, клише, не уходили, конечно, нужно вот такие разговоры часто проводить, потому что люди совершенно не понимают классовую социальную природу этой борьбы, слушают, с одной стороны находятся под влиянием пропаганды официальной, а с другой стороны делают такую проекцию на ситуацию в России, а в России ситуация все-таки слегка иная. Поэтому огромное спасибо тебе, что ты рассказал. Я надеюсь, что мы будем говорить об этом и дальше, постоянно, потому что вот эти подробности, которые тебе сообщил, конечно, это эксклюзивные подробности, которые мы не можем нигде прочитать, нигде узнать. Большое спасибо. Спасибо. Удовольствие моё.